Комиссия, которая будет расследовать причины взрыва на шахте Ленина, должна приступить к работе уже этой ночью. Сейчас на месте проводят аварийные работы и проветривание. Взрыв забоя с последующим горением произошел сегодня в три ночи. На месте погибли пять человек. Еще четверо сейчас в больнице. Двое из них перенесли экстренную операцию. Работа всех шахт. Артиллор Миттл Тимиртау приостановлена на сутки. Репортер КТК Егерин Бухтаева с подробностями из Шахтинска. На опасном участке в момент выброса находились четыре человека. Пятый начальник участка как раз в это время пришел на контроль. В итоге спастись не удалось никому. Самый молодой из погибших 26-летний Маргулан Энтебеков. Помощником машиниста на шахте он проработал всего два месяца. Трагедия произошла в три часа три минуты. Мощный взрыв прогремел во время бурения дренажных скважин. Под землей в это время находились 106 человек. Когда узнали, что на шахте прогремел взрыв, то сразу приехали сюда. Конечно, никто такого не ожидал. Погиб мой старший брат. Он здесь всего несколько месяцев проработал. Вот нам и вещи его уже отдали. Я тоже здесь работаю. Завалов и огрушений на месте аварии нет, сообщили спасатели. Только в августе на этой шахте комплексная проверка выявила больше 170 нарушений. Все они квалифицировались как незначительные и не требовали остановки работы. И вот сегодня на глубине 830 метров произошел взрыв. Из-за внезапности случившегося никто из горняков не успел воспользоваться самоспасателем. Дошли до аварийного участка и застали первую группу людей, 3 человека, возле рабочего места номер 1. Видать, старший надзор с ними был трое. Через некоторое время нашли четвертого в районе второй точки их наряда и пятого чуть дальше. Они были самоспасатели? Мы, по-видимому, не успели включиться. В результате ЧП пострадали 4 человека. Они находились дальше от эпицентра. Двоим из них пришлось экстренно проводить операции. У обоих открытая черепно-мозговая травма. Их двое коллег получили сильное отравление. Все шахтеры были экстренно доставлены в областной центр. Двое у них тяжелое отравление газами, метаном и угарным газом. Находятся на настоящее время в отделении токсикологии. Но состояние стабильное. Шахтеры вели подготовительные работы для дальнейшей добычи угля. По предварительной версии, произошел выброс метана с высокой концентрацией, которая привела к взрыву и дальнейшему возгоранию. Площадь горения пока неизвестна. Однако тела двоих погибших серьезно пострадали в пожаре. На месте сейчас проводят аварийные работы и проветривание. По завершению туда отправится следственная комиссия. Работа на предприятии остановлена до первых результатов. Волна, которая четверо пострадавших настигла непосредственно в шахте, находилась около километра от того места, где это произошло. То есть довольно-таки сильный взрыв, сотрясание горной породы, которое привело к травме этих четырех человек, к гибели пяти человек. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». В компании Арселор Миттл Тимиртау сообщают, что семьям погибших шахтеров предусмотрена материальная помощь в сумме 10-летней заработной платы. Также обещают погасить кредиты и расходы на похороны. Приносим соболезнованиям, которые погибли ребята. Это большая трагедия. Достойные ребята, мои ребята, молодые, средний возраст. Позвонилась дочерь, она говорит, у вас на шахте авария. Она работает на приемном покое. И два человека привезли в реанимацию. Вот я приехал сюда. Очень сильно опасно. Почему так? Потому что, во-первых, она так глубокая, и у нас сверхкатегорийная по внезапным выбросам угля и газа. Да я даже удивился. Потому что шахта, как она по газу, ну, по идее, у нас газовая защита хорошо работает. Отмечу, что со дня последней серьезной трагедии в регионе прошел год. 7 ноября 2021 года в забое Абайской шахты при выбросе метана погибли 6 горняков. Агирин Бухтаева, Николай Колесниченко, КТК, Карагандинская область.